МИКРОФОН СИЛЬНО НУЖЕН? Не, вы можете его... Мне интересно сейчас посмотреть на запросы больше ребят, которые... Все, смотрите, девочки не отдышайте, если сюда попали, вы тоже ребят. Пожалуйста, поднимите руки, кто не выводит маток вообще на басеки. Так, прилично, молодцы ребята. Кто выводит до 100 штук? И кто выводит больше 100? Да, нормально тут собралась компания, конкуренты собрались. То есть нет ничего по-твоему ровно. Думаю, что про свящевых маток сегодня не будем. То есть я попробую сейчас сделать акцент не столько на общей теории вывода маток. Сразу посоветую, кому нужна теория, откройте матководство Рунда. Там особенно мне достают это разделы, там мне выводы после каждой темы. Прочитайте их и там, в принципе, критерии, там переноси дважды личинку одиннажды, какой возраст личинки должен быть для качественного вывода матки, все остальное. Там есть требования к семье-воспитательнице, к возможным вариантам нуклеусных ульев, требования к трудневому фону, к выводу трудней. Все это есть, этим надо руководствоваться. Я по жизни ленивый и всегда стараюсь взять за основу, как должно быть, а потом сделать по минимуму, но чтобы не потерять качество. То есть надо делать меньше движений. Потому что сейчас там стоит уже 800 нуклеусных мест вдвоем. Одна секунда лишняя возле нука. Это, ну, скажем, потеря времени, там, темпа вывода. В основном то, что люди хотят получить, а у меня не получается их удовлетворить вовремя. И когда я немножко затягиваю с отбором маток, они просто сваливают с нука. То есть, скажем, есть разные типы нука, мы сегодня как раз будем об этом говорить. И у каждого есть плюс, и обязательно за собой тянет минус. Поэтому нужно там будет для себя во всем определиться, с каким типом нуклеуса нужно будет работать дальше. Если я здесь стою, ничего или не в принципе будет хромче, тогда немножко искажается голосок. Значит, смотрите, первое, на что надо обратить внимание, это начало матководного сезона. То есть, чем ограничиваются самые ранние сроки возможности начинать вывод маток. То есть, если мы ставим вопрос, вывести неплодную матку, я ее могу сделать в феврале. И отослать в Африку, и пускай она там облетывается. Если мы берем реалии Украины, что матки будут мои облетываться в Украине, обычно срок этой самой ранней матки реально 1 мая. То есть, 1 мая матки выводятся, едут в Запорожье, едут в Одессу, едут еще куда-то. У нас в это время еще труда недостаточно. То есть, реально у нас появляется труд, летающий, сперматозоид, где-то в районе 10-го, 15-го мая. Вот в это время начинается заселение нуклов. А до этого вот 10 дней обычно мы работаем по неплодкам, ну, на юг, мягко говоря. Хотя в этом году тоже там были проколы, отправляем маток, много неплодных маток. Говорят, труд есть, а тут его вал облетает, все это самое. Потом, через месяц претензий, 5 маток облетелось, остальные пропали, есть 5 еще проблемы с засевом. То есть, явно, что там труда не хватило на облет. Это вот в основном по неплодке. Как выводятся неплодки? Ну, понятно, что переносом личинок. Куда их переносить? Таких два очень распространенных способа. Это мисочка искусственная из воска и мисочка из пластика. Я где-то лет 20 работал на восковый. Шаблоны обычно. Вот больше всего я проработал шаблон, который предложил комиссар, семирожный, да. Причем один шаблон я укладывал, он развалился. То есть, я, честно говоря, не могу сказать, сколько. Но обычно на сезон надо 3 литра. Сколько их там, не знаю, 500 штук в литре получается. Ну, там что-то еще может там... Нет, больше, больше. Не 3 литра. Значит, и попались мисочки искусственные, пластиковый никок. Я их много перепробовал. Значит, стабильно работает никок. Коричневая мисочка. Хуже всего из тех, что попадались, были наши какие-то... Еще в СССР делались с пластика, с такой пипочкой. И на втором месте, по хреновости, это зеленые китайские. Такие светятся. Флюрсы. То есть, ну, мое личное мнение, не применяйте их. А там, если что-то получается, то ради Бога. В последнее время, ну, перешли практически на 100% на никоковскую мисочку. С нее, получается, она стоит где-то гривну. Ну, если там 10 тысяч взять, оказывается, еще дешевле. Там такой большой ящик, короче говоря, пришел. Хватает. И там можно даже с этими мисочками, их можно повторно использовать. Но если посчитать, сколько стоит почистить, она где-то 50 копеек получится почистить. Есть там возможность девочку, мальчика посадить, чтобы почистить. Чистить. Нет, они лежат, пока девочка появится, совсем некогда, то есть, мусорку гремят. Теперь еще такое предосторежение. Если повторно используется что-то, категорически нужно стерилизовать. Чтоб там не вылилось. Значит, я их обрабатываю. После чистки они там промываются водой, засыпаются в посуду какую-то. Туда вода и на 100 грамм воды столовая ложка перекиси водорода. Дым пошел, пена, значит, работает раствор, потому что можно купить негодную перетесь, которая лишь шварчит. Потом уже палец опустил, шварчит палец. Значит, живая эта царя. Теперь, если вдруг вы на мисочке будете когда выращивать маток и где-то попадется гнилая, отрываете и в костер. То есть, никакой чистки категорически не расколупываете, руками не беретесь. Бывает такое. То есть, это уничтожается вместе с мисочкой. Есть там у меня отдельная печка. Что там еще по ним? Теперь, как крепить эти мисочки на прививочной планке из кока? Советов бывает много. Ну, максимально на одной планке можно расписать. И в блядях становится 13-14-15, даже 16 можно поставить. То есть, минимальный шаг, самое маленькое расстояние, на котором мисочка от мисочки должна быть 25 миллиметров. Планка у нас у всех одинакова. То есть, теоретически при такой плотности становится 16. Ну, чуть пореже 15. Если будете фирменную применять фурнитуру от Никота, это, как она там, соколь и держатель называется. Значит, там шаг такой у нее, что можно их поставить 14. Ну, вот мы так вот и работаем. 14, допустим, если на гарнитуре. Если эти мисочки можно закреплять воском. Паяльник. Капельку нагрели. Значит, для того, чтобы их удобно было располагать на планке, фломастером или карандашом размечаете шаг. 25 или 27 миллиметров проводите. Через воск это видно хорошо. Нагрели. Ну, место обозначить. Крепите эти мисочки. Количество сказал уже. То есть, ну, на стандартной фурнитуре у любого вот этого закрепления плюс-минус. На планке просто закрепили. Экономить денег на фурнитуру. Ну, а потом ограничения в использовании вот этих вот привитых, скажем так, мисочек с личинкой молодой. И уже самого маточника. То есть там получается, я грубо говоря, если маточник отломил, то я его второй раз закрепить не могу. Ну, где-то рядом. А на фурнитуре, на стандартной, его можно с одного места на другой переставить. Хотя вы все знаете, что для этого есть определенные ограничения, когда можно это делать в первый срок. Это первый день после запечатывания, пятый день от прививки. Кстати, категорически, вот сейчас предупреждаю, в мотководстве все сроки исчисляются от момента прививки. И если я говорю, что маточник забираю на десятый день, то это значит, что я его забираю на десятый день от прививки. А не от яйца, от личинки или чего-то другого. От прививки. Чтобы вы же мне сказали, типа с десятого, я насчитал три дня яйцов, потом еще, еще там. И, короче, раньше времени не забрали, потом ничего не выведется. И второй день, это за сутки до выхода. Это десятый день после прививки. То есть в этот момент можно изъять маточник, поставить его внук на вывод или в инкубатор в клеточку там изолировать. Нужно будет неплодной маккой выходить. Так, дальше. С этим вроде поговорили с мисочками. То есть я теперь уже ограничиваюсь. У меня сейчас есть два типа этих рамок. Там, где приклеены воском и там, где полная фурнитура стоит. У полной фурнитуры какие есть возможности? Рано весной и где-то начиная с 10 июля приблизительно, то есть в момент начала подсолнуха цветения, резко ухудшается прием на воспитание. И вот сроки приблизительно с 10 мая по 10 июля можно пользоваться без стартера выводом маток. То есть сразу воспитал, поставим прививочную рамку и удовлетворительный прием будет. Раньше этого срока и позже результат получается плохой. Поэтому мы используем стартер. Стартер это семья, в которой нет расплода открытого и нет матки. А воспиталка у нас это семья, в которой есть в зоне выращивания маточника открытый расплод и через решетку где-то там сидит матка. То есть эта система называется с неполным осиротением. Полная это без матки. Вот, кстати, там Егошин иногда говорит, что у нее частичное осиротение, а у него матки нет. Это полная. Просто полная может делиться на две с открытым расплодом и без открытого расплода. То есть понятно, да? Частичное осиротение, матка есть. Эти воспиталки работают по 3 месяца. Там у нее нет таких, ну скажем, режимов эксплуатации, которые сводят на нет ее работу. То есть матка сеет, только надо время от времени рамки переставлять. То есть по пришетке наверх, а пустые рамки под матку. Трудоемкая работа, ну, нормально. Ничего страшного, работаем. Я уже по срокам говорил, что стартеры, стартеры. Это семейки, которые с печатным расплодом, но без матки. Их можно использовать для постановки нескольких серий в течение того времени, пока там есть расплод. Но они все равно стареют. Даже если искусственно подставлять расплод, они все равно портятся. Там накапливается очень большое количество летных пчел, и из-за этого усложняется прием личинок. То есть старые пчелы и прием, это несовместивые сильновещи. Потому что эти же пчелы старые, их кормят маточным молочком. И они уже склонны к пчелам-трутовкам. И они уже начинают враждовать с маточниками. Типа я и сама тут насею, на хрена нам эти маточники. Поэтому их лучше так 4-5 раз через день, 10 дней. Это вполне достаточно. Ее опять сделать не страшно. Есть там летная пчела или нет, большого значения не имеет. Даже, кстати, вот сейчас смотрю, немецкие эти стартерные ящики. Туда пчелы натряхиваются, три улочки пчелы. Ставится рамка корма, сушь и рамка с водой. Натряхиваются пчелы. Сверху устанавливается досточка с отверстиями под соколятника доски. И заклеивается скотчем. Сначала соколя не ставится, просто отверстия заклеены скотчем. В мисочку прививка делается, скотч поднимается и ставится. Поднял, поставил. Прикол не прикол, но свойство конкретной фурнитуры позволяет убедиться в проеме, не вынимая мисочку оттуда. То есть, через верх мисочка прозрачная. И если фонариком присветить, видно и саму личинку, и есть ли вокруг нее молочко или нет. То есть, если я сейчас гляну, молочка нет, значит не привилась. Ну, не принято. Можно их извлечь, перепривиться и поставить опять. Если мы прививаемся с той же рамки, которой первый раз, то возраст не меняется. Вопросы потом. У Рутнера много этих самых, но такими ящиками я не пользуюсь. То есть, обычно стоит синейка. Теперь еще по загрузке. Стартер, он дает молочка в мисочку очень мало. И поэтому у них возможность, скажем, принимать именно мисочку на воспитание или личинку на воспитание, очень большие по сравнению с воспиталкой, которая полностью воспитывает махту. Поэтому можно его нагружать больше. То есть, мы ставим обычно где-то 3-4 планки прививочные за один раз. Ну, то есть, две рамки, это две нужно поставить. И некотовская фурнитура позволяет через сутки вытащить. Кстати, там пчел обычно советуют стряхивать, ну, венечка. Если сильно тряхнешь, личинка может выскочить. И, кстати, у меня внучка помогала маточное молочко собирать. Там отбираешь трехсуточную личинку перед запечатыванием. И перед тем, как извлечь молочко, нужно вытащить червячка. Я с ней показываю, вот смотри, крючочек. Зацепил, выкинул, зацепил, выкинул. Внучка зачем? Берет только хрязь, эти червяки все вылетели оттуда. Да молочко осталось. Все, говорит. То есть, вот эта хрязь может привести к тому, что у вас все личинки будут в улье. Понятно, да? Но я иногда трусил, то есть, как, рамку перевернуть в ногами. И можно так, по чуть-чуть потрусить. Ну, обычно ничего это там не приводит. А вообще лучше щеточкой сместить. Кстати, вот карпатчики, там Вася дочери не показывал. Я, говорит, переставляю с улья в улья, пчел не стрякиваю. Они, говорит, не бьют их ничего, нормальных. А, говорит, принимают. Ну, я, в принципе, пробовал, тоже особые вражды не видно. Но, в принципе, эти пчел, которые со стартера, воспиталки, могут грохнуть. Потому что они чужие. Проходят ли? Пробуем. То есть, ну, надо попробовать. Это зависит конкретно от чего. Туда будете переставлять. Если у вас на планках неравномерный прием, вот тут фурнитура позволяет взять их и перебрать. Пустые поснимать. Дополнить, что на планке было 14 штук. Есть два критерия получения качественных маток. Ну, сразу скажу, что воспиталку больше двух рамок, планок, ставить нельзя. Это 28 получится маточников. Вообще, расчет такой, что додановская рамка пчелы позволяет вырастить 3 маточников. То есть, вот, получается критерий. 10 рамок – это 30 маточников. То есть, это вот 2 планка. Даже если их будет у вас дальше больше, оно уже не работает потом. То есть, все равно предел, ну, грубо говоря, 20. Если хотят получить еще более качественных маток, оставляют одну планку. То есть, это тоже. Если вам не сильно нужно много, а вы думаете, если я выращу 20, а потом из них выберу лучших 10, то лучше сразу выбросьте этих 10 и оставьте всего 10 на воспитание. Они будут лучше, чем вы выберете 10 лучших из 20. Поняли? Прикол. И еще, если переносится, ну, скажем, такая ситуация, что вы подняли рамку и видите, что у вас прием лучше, чем ожидался. То можно как раз проиграться, выбрать уже на прививочной рамке самые красивые, но вот там, больше молочка, меньше личинка, и взять аккуратно крючочком червяков повыкидывать там, где не нужны. Пчелы через 15 минут все молочко оттуда заберут и переложат его в маточники, которые рядом, живые. То есть, ну, получается, ресурс молочка в маточнике будет больше. Ну, там есть вопросы, кстати, сейчас спрошу. Вот работа с прививкой. Или рассказать? Представь, ну, даже если уточни, вот вопросы уточнения, например, в госпиталке, азманке. Да. В госпиталке, замечатанный маточник, мы забрали на инкубацию. Это чуть дальше, пока до прививки, вот только постановка. Я расскажу. Расскажем. Еще. Разница в качестве маточники прививаются на яйцо, а на яйцо или личинку? Да, на яйцо или личинку. Воспитывается не яйцо, а воспитывается личинка. И, скажем, коров, который получает личинка от 0 до суточного, до 24 часов, она ничем не отличается ни у пчел, ни у маток. И даже этого отличия практически до двух суток нет. То есть можно использовать и двухсуточные. Но считается, что вот, чтоб все наверняка, это сутки. То есть мы себя ограничиваем. А вообще, я переходные формы у себя видел. Связано это с тем, что не всех личинок принимают на воспитание сразу. То есть вот Вальсердочиниц подчеркивал. Ну, он уже, скажем, он вывел в свое время столько маток, что я их еще столько не видел. Хотя стаж у нас может и одинаково быть. Потому что он их давно выводит очень много. То есть в чем это проявляется? Смотрите, мы поставили личинок суточных, которые после стакера приняты. А пчелы на них посмотрели, говорят, вот эту мы потянем, а эту нет. Они ее бросили. Но я когда-то еще молочком занимался, если забрать трехсуточную личинку или пяти уже даже, вытащить сулю на молочке и положить ее где-то. Она живая дней пять. И точно так же получается волей у нас. Личинку не кормят, но она живая. А ей становятся сутки, ей становятся двое. То есть она развивается и уже, скажем, переходит в форму, когда с нее нельзя вырастить матку. Трехсуточная. А пчелы тогда вспоминают, что она еще подкормит молочком. И у нас в конце концов этот маточник запечатают не на четвертый день, а на пятый. То есть вот дочь у них посоветовала, я с ним согласен сто процентов. Посмотрите на четвертый день те, которые не запечатаны, удалите их. Это личинки, которые поздно стартанули. И на них 100% будет не то качество, чем у тех, у которых запечатаны вовремя. Можно еще отбраковать на третьи сутки. Но это лишнее движение. То есть случайно вы могли перенести личинку, у которой двое суток было. Ее запечатают через три дня. Ну я вот сравнивал, там плюс-минус все равно, там десять часов. То есть к чему это все? Личинка по размерам, мы ее дифференцируем, возраст по размеру. Но может где-то попасться личинки одинакового размера, но разного возраста. То есть вот она чуть старше. Ну я считаю, что то, что запечатали чуть раньше, единственное, надо помнить, вот это чуть раньше, выведется чуть раньше. И если вы не вовремя отберете, она вам грохнет все. Если вы не будете забирать, расскажу потом изоляцию. То есть сейчас мы, скажем, после стартера у нас стартанули, мы воспиталку. Какие советы по воспиталкам? У меня полукорпус весь. Хотя партнер сейчас там работает только на Дадане. И мы друг другом с ним не понимали. Я говорю, как ты там с Дадановскими? А как вы с полурамкой? Я тоже, говорит, не врублюсь. Мне вот удобнее. Делайте так, как вам удобнее. Это принципиального отличия не имеет. Где-то плюсик, где-то минус в технологии. Но все равно результат хороший получается. Формирование саму. Берем самую лучшую семью. Осматриваем ее. Там еще сейчас нюансик расскажу. Мне нравится. Но не все им пользуются. И не все подтверждают, что это работает. Смотрите, мы когда делим вообще воспиталку, формируем, я всегда в корпусах, там где воспитываются личинки открываю литок. То есть в этой зоне формируется своя медная пчела. И фактически вот эти пчелы дают команду, что им нужно тянуть личинку. Потому что если все пчелы будут ходить через решетку и через гнездо, литок нижний, они убедятся, что там есть матка. И зачем наверху там что-то тянуть? То есть должны появиться пчелы, которые почувствуют сиротство и начнут воспитывать маточники наверху. Ну, смотрите, у кого получается без верхних литков, работайте. У меня верхние литки есть. И вот первая стадия, когда мы только заселяем. Если вы произведете манипуляцию, а литка не было, откройте, там не будет ледной пчелы. Они через нижний так и будут летать. То есть у меня там еще весной в полукорпусах я открываю литок во втором корпусе. И пчелы летают через нижний и через литок второго корпуса. Когда я формирую воспиталку, третий корпус поднимается наверх с этим литком. И пчела летная через него ходит. То есть я сразу обеспечив отсек, там где будет выводиться маток, летной пчелой. Ну, считаю, что это хорошо. У кого получается весна, ради Бог. Ну, вот так вот я делаю. Как разделить? Можно просто убедиться, что матка в первом и втором корпусе. И накрыть разделительная решетка. Это вариант. Сверху ставим второй. В него нужно перевести там рамку печатного. И две желательно рамочки с открытым расплодом. Но не личинкой мелкой, не яйцом. Лучше всего, когда это будут такие уже червяки классные, большие. То есть пчелы, которые обслуживают вот эту личинку старшего возраста, они больше всего продуцируют молочка, которое нужно в маточнике. То есть, ну, именно по возрасту. То есть они там соберутся, это хорошо. Ставь, я там, значит, сейчас варианты расскажу, еще что. Вы когда сформируете все это дело, поставите первую рамку прививочную, может быть прием не очень. То есть еще семья, воспиталка не готова. То есть нет во втором корпусе пчел, которые озабочены отсутствием матки. И это часто бывает тогда, когда очень большая площадь контакта с маткой. Пчелы что-то переходят. То есть что для этого можно сделать? Я обычно беру и закрываю пленкой часть разделительной решетки. Оставляю там полосочку вот такую где-то, под задней стеночкой. То есть и есть рекомендация, если прием плохой, вообще перекрыть пленкой полностью. То есть получится безматочная наверху себя, сосварить ледной пчелой, и она начинает работать. А потом можно эту пленочку приоткрыть. То есть можно и так. То есть это все работает. И там сейчас у меня есть вообще фанерная полностью доска. И в ней 10 на 10, ну 100 на 100 миллиметров разделительная решетка. Причем нюансы. Удобно крепить польскую решетку виндулиновую. Но у нее специфика такая, что она может немножко волной пойти матка пролазит. Если у вас мед, это не сильно большой вред. А когда в воспиталках, там хороший урон может нанести матка. Поэтому я рекомендую, как это говорит, не жлобиться, купить пару решеток мары и порезать их. Там расстояние между решеткой 4 миллиметра. Матка даже худая, тощая, горбатая не пролезет туда. То есть поплотнее решеточку взять. 100 на 100. То есть снимаем, ставится это быстрее, чем с разделительной решеткой. Кстати, после того, как решетка там постоит недельку или две, уже когда ее оттуда снимаешь, а вам ее снимать придется. Потому что нужно расход будет переносить. Это уже головняк. Потом там чистить или что-то еще. То есть вот если вы сделаете сразу диафрагму, это упростит работу с воспиталкой. То есть это все легко снимается и ставится назад. Нюансы там еще какие-то. Как часто нужно делать манипуляции с расплодом? Ну обычно хорошо, если каждые 4 дня. Ну можно, если самым ленивым раз... То есть я влажу туда вообще воспиталку через день получается. Сейчас объясню почему. Хотя сами прививки ставятся через 4 дня. То есть можно пользоваться такой схемой. Вы поставили серию. Пчелы запечатали и в принципе кормилицы освободились. Эти маточники надо только греть. То есть можно на пятый день поставить новую серию рамку. И пчелы 4 дня еще будут запечатывать, воспитывать личинку. А вторая партия уже ей будет 8 дней. Получается после прохождения еще двух дней мне надо вот первую партию забрать на десятый день. То есть я получается буду в эту семью заглядывать через день. Один день прививаюсь, а через два дня отбираю. И получается подумайте в себя в какой день или прививки или отбора делать перетурбацию с расходом. Потому что в принципе то и то плохо. Почему? Потому что переостановка расхода пчел выводит воспиталку на некоторое время из рабочего состояния. То есть если вы переставили расплод и поставили прибивку, ожидайте, что плохо примут. Если у вас уже рамки стояли и вы там поменяли всех пчел, а личинка же была открытая. То есть можно ожидать, что где-то не догреют, где-то не докормят партию. Поэтому чем меньше движений, тем лучше. Я там продумывал, можно делать вариант использовать две воспиталки и рядом с ними отводок держать в двух корпусах. Этот отводок, его задача будет генерировать вам открытый расплод. То есть вам надо что-то с воспиталкой сделать. Открыли помощницу, взяли две рамки расхода открытого, струсили пчел. А с воспиталки взяли две рамки печатных или с формом, тряхнули пчел туда, а эти в открытый. То есть при этом не разбирается гнездо и минимум возбуждения и беспокойства пчел. Но будьте в прямом смысле ленивыми и думайте полдня, чтоб такое делать, чтоб ничего не делать. Или меньше. Вот тогда будет прогресс. Дальше. Вот отбор я уже сказал, что на десятый день после прививки отбираю. У меня, ну там сейчас на два места, шесть инкубаторов. То есть инкубатор используется для дозревания. То есть я когда забрал рамку прививочную, я ее ставлю в инкубатор. Значит, у инкубатора, грубо говоря, там или два типа, или два отделения. В одном отделении 35,3, влажность 60,70, во втором 27. Тоже влажность 60,70. Там если кто будет делать вентиляцию, не забудьте, ну и за влажностью следить. 35, понятно, это для дозревания маточника, а 27,5 это температура, при которой лучше всего сохраняются неплодные, плодные матки. Им не нужно 33. Кстати, неплодные матки, то есть она там в отводке с расплодным берет, очень часто на крайних рамках или на стенках видят. То есть у нее оптимальная температура дозревания, это там 25 градусов, 27. Она находит уле такую зону комфортной температуры и там находится. Дальше. После того, как я переставил маточники в инкубатор, я определяюсь, куда эти маточники использовать. И обычно там 10-20 штук обламываю, они легко ли вынимаются, в мисочку и пошел по духам. То есть я практикую способ вывода маток в нуклеусах. То есть туда ставятся маточники. Если прохладно, маточник категорически должен ставиться на расплод. Если уже там летом тепло, можно обнаглеть, меньше движений делать маточник, между рамками просто выткнуть. Нуки у меня по две рамки и улочка там есть. Вот там сегодня ВК вспоминали, у него улочки нет. То есть туда лучше или матку неплодную, или это надо разбирать и на расплод втыкать, чтобы маточник обогревался. Вот эта операция, связанная с выводом маток в нукле, категорически требует проверки вообще выхода матки из маточника. И проверки качества, хотя бы визуальным осмотром, а что ж там вывелось. Поэтому через сутки нужно пройти, поднять и глянуть. То есть если вы через двое будете смотреть, может сложиться такая ситуация, что матка вышла, а пчелы сгрызли полностью остатки маточника. И я когда вынимаю, вижу вгрызанный пенек, я уже не могу определить, вышла матка или нет. То есть может они сразу уничтожили его. Значит дальше нужно полностью осмотреть нук и категорически матку найти. Ну так бывали иногда случаи, погода плохая еще, то есть я уже рамку... Я ставлю всегда маточник в определенное место в нукле. Я четко знаю, что мне надо поднять, чтобы посмотреть на маточник. То есть я поднимаю рамку, глянул, матка вышла, тут дождь капает, там еще что-то, эту рамку покрутил, нет матки, сойдет. Маточник забрал, закрыл. Ну, как говорится, потом выкину, если уже что-то там не так. Но иногда зато я убедился, что вышло. Если я поднял маточник целый, ну бывает такая ситуация, что просто расколуплю маточник и смотрю. Было несколько раз, где-то задержка часов на десять. То есть колпнешь, матка там шевелится, но еще не вышло. Если попадается еще одна такая, я дальше не смотрю. То есть уже на следующий день буду досматривать. То есть ну чего-то получилось задержать. Может там слишком молодую личинку перенес, может там, когда пчелы воспитывали, температура немножко ниже была. Ну какая-то задержка идет. Это бывает нередко, ну точнее редко. Ну была. То есть вот эта операция, постановка маточника на следующий день контроль выхода. А дальше, я ленивый, я уже говорил, я смотрю в следующий раз через двенадцать дней. То есть что-то можно обнаружить. Если засел есть, матка облетелась. Не облетелась, бывают нюансы. То есть она есть, но крупненькая, но не сеет. То есть была задержка влета, может плохая погода, может что-то еще. Придется через день еще раз смотреть и отбирать матку. Компаньон у меня помоложе, менее ленивый, но ему надо больше-больше работать, меньше простоек. Он смотрит на пятый-седьмой день. То есть есть теория такая, рекомендации, что если матка вылетела из улей, она в знакомительный объем и вернулась, она на девяносто девять процентов облетится. То есть она уже не потеряется. Все блуждания происходят в первый вылет. И кстати, я вот эту желтенькую книжку с брата Адама читал. Показал, да? Там по этому сезону вопрос сделали, какой выход с нуклеусного места в этом сезоне. Там один говорит 3,5 матки, ну там в Карпатах обычно 2,5-3 это считается очень хорошо. У меня в том году было 4,7, в этом году 4. А что такое, ну чего у других лучше? Кстати, у вас дочинца там за 4, у него не было потерь на первом оплете вообще. Там погода была у вас идеальная. Там погода была у вас идеальная, у нас еще снег лежал. А потом, когда похолодало, и у вас и у нас, тогда начались у нас проблемы продолжились, и у вас появились. Читаю книжку. Там есть раздел оценка способности пчел ориентироваться. И эта способность присуща породам отдельным. Так вот, у них написано, есть там какая-то сакурела, у которой потери на плячном оплете не превышают 5%. Украинская степная, как тип генотип и карника 10%. А баквас лоханулся 22%. То есть, нормально для баквасчиков в потере на плете реально больше. То есть, блуждание маток. И еще специфика сразу скажу, у них какая есть. Они классные, они выделяют много феромонов. И они очень часто при возвращении ориентируются на свиту, которая за завалы на витках стоят. То есть, матка, когда выходит, выходит свита на виток, она ее ждет. Она что-то или выделяет, или звук, или запах. Ну, матка в первую очередь ориентируется на наличие свиты на витке, куда она будет заходить. То есть, если она блудомола, а там стоит свита, она туда хрупнется, ее примут. И я наблюдал у себя на пасеке, свиту выставляют безматочные семьи воспитательниц. И вот тут, вы поняли, эффект. В воспиталку хлоп, 60 маточников, и ходят, сеют. Так что, вот к этому надо быть готовым, там, закрывать разделительными решетками витки в воспиталках. То есть, маток Бакфаста блуждающих хорошо принимают, имейте ввиду. Вернемся к теории. 5-й, 7-й день, если матка не потерялась, она облетится. Значит, компаньон берет на 5-й, 7-й день категорически после 17 часов. Потому что, если вы будете смотреть раньше, можете нарваться на полет матки. Ну-ка, у меня вот такой выглядит корпус. У него 4 места. Видите, один литок, второй, третий, четвертый. То есть, я когда работаю, я стою, один литок перекрываю. Если с этого отделения матка в воздухе, она не вернется сюда. Еще под вопросом, типа, сюда и сюда. То есть, надо смотреть тогда, когда матки категорически не летают. После 17 часов. То есть, он осматривает, достал, матка есть. Он у себя делает меточку, матка есть. Нет, у него рядом жмение маточников. Хлоп туда. Я теряю при потере матки 12 дней, он 5. Кто из нас более ленивый? Можно посчитать, да? То есть, там можно на, скажем, полезной эксплуатации нука, немножко выход увеличить. То есть, вовремя отремонтировать. Потом, это уже его заслуга. Это ремонт нуклеуса. Ну, так уже беспорядочно, но все равно скажу. Потому что, тут все равно вы будете отдельные моменты из общей моей практики использовать. Если в нуке потерялась матка. То есть, я вот разбираю. Если матка насеяла, там это нормально. Ненормально, если матка потерялась, и там вышел весь расплод. То есть, нук получился уже безрасплодный. Это ненормально. То есть, теперь там есть два варианта. Пчела есть или пчелы мало. Если пчелы мало, такой нук надо подселить рамкой печатного расплода без пчел. Если пчелы много, категорически рамку открытого расплода без пчел. Если этого не сделать, а подставить просто маточник и еще раз потеряется, перезаселять полностью место нужное. То есть, нуклеусное место две потери матки 30 дней не выдержит. Или разлетятся, или сдохнут от старости. То есть, ремонт нуклеусных мест должен идти параллельно. Сами придумывайте. Когда их 10, это не проблема. А если у вас их там надо 100 посмотреть, уже там думайте. Или раньше заготовить открытый печатный расплод в донорах. Или пометить просто, найти, а потом прийти отрехтовать. Это уже не принципиально. Отбор маток. Это работа, которую можно обезьянку научить делать. То есть, это не для матковода. То есть, если у вас есть помощник, то смело можно задействовать на эту работу помощника. Девочки лучше, сразу скажу, чем мальчики. Это нудная работа, монотонная. Они ее делают лучше. Не факт, что быстрее, но делают довольно быстро. То есть, чем меньше. Вот тут уже. У меня внуки вот такие. То есть, вот такие перегородочки стоят. Три штуки. Тут получается три отделения по две рамочки. Для того, чтобы мне найти матку, может быть три варианта. Матка находится на первой рамке, которую я поднял. На второй. И третий вариант на стенке. Значит, у меня есть еще второй тип нука. Он сегодня там на фотографии проскакивал. Это нуки брата Адама. Это восьмирамочный дадан. Разгорожено четыре отделения. В каждом отделении находится по четыре рамки, размером шириной 200 и высотой 300. Это пол дадана по вертикали разрезанным. Понятно, да? Там варианты могут быть. Матка находится на первой рамке, на второй, на третьей, на четвертой и на стенке, когда ее там хрен найдешь. То есть, если вы не нашли с первого захода, можете закрывать и придете завтра. Самый хреновый вариант, плохой вариант по-русски, это когда, не дай Бог, в этом нуклеусе язык пристроят где-то. То есть, тесно пристроили язык. Вот вероятность нахождения матки на нем восемьдесят процентов. И вы же ее не можете там вообще достать. То есть, для того, чтобы вытащить язык, его же надо срезать. А матка при открытии перешла между стенкой и языком. Если там ножичком чик-чик, и будет сикет башка матки. Поэтому я обычно закрываю, потом уже хорошо забрать одну рамку оттуда и кинуть суш или вощину туда. Как правило, пчелы уже за ночь ее отстроят. И матка переходит на нее сеять. То есть, достал, иди сюда называется. Почему я использую неудобные для меня нуки брата Адама? Первое, что когда я их еще заводил, попалась книжечка красненькая. И там написано, что брат Адам такие нуки. То есть, он у меня такой авторитет. Если он сказал, что на эти размер рамки и тип нука зимуют матки, они действительно зимуют. И в Англии, и у нас в Харькове. На улице без заноса и всего остального. То есть, стопроцентная подтверждаемость. Очень неудобно с ними работать именно поиски маток. И есть еще нюанс. Это то, что, тоже одна из тем наших, после отбора матки, когда можно ставить следующий маточник. Так вот, это время сильно зависит от того, какая сила нука. Но, может, еще и порода пчел. То есть, по факту, бак просто обработает в микро-нуках и рамочке. Это можно сделать на следующие сутки, через сутки. Если это нук более сильный, минимум двое. Потому что маточники раньше хрызут. Если вы поставите защиту на маточник, и матка выйдет. Ее все равно, у вас нук глубоко выбросят. Приводить в порядок, там, типа, забирать засевали, что-то еще, это очень много возникло. То есть, лучше переждать. Были ситуации, там, связанные с взятком, с силой. Три-трое суток не принимали. То есть, на вторые сутки ставлю и половина нету. То есть, ну, еще раз даем. На следующий день, ну, что делать? Ну, там бывает через день, потому что там специфика вывода не плодок. Они у меня не всегда есть. Обычно через день маточники есть. То есть, даю сегодня, если уже там прокол, через день получается. Ну, вы поняли, не на следующий день, а через день. После отбора, ну, тут как-то вот как раз матку отобрали. Мечу, пчел, самосопровождение. Я там себе легенду выписываю перед тем, как выходить. То есть, номер новка, номер отделения. И в скобках написана линия, от которой выведена матка неплодная. То есть, я когда сажу в клеточку, на клеточке пишу там B31, то есть, ну, меньше потом работы. И бывает так. Я запомню. Это еще у меня, так знаете, там, Юра рассказывал, там, Теплов, да. Так он говорит, забирал маток искусственного семенения. Там везде лежит бумажечка. Говорит, написал. Легенда, да, там, пошел посмотрел, где забирал, все в клеточке подписал. Возвращаюсь, в легенде четыре матки, а в кармане пять. И, пятое, не подписано. Ну, короче, я гадал, гадал. Там звонит. Измайлов, тебе матка нужна? Я говорю, давай, пускай тот самый там. Посмотрим, что это. Потом проходит три дня. Я нашел, говорит, откуда. То есть, у него такая вот основная ситуация. Вычислил, говорит, откуда забрал. То есть, он там, случайно, не по легенде, сначала залез, а потом таки вычислил, откуда брал, что почем. Но матка уже у меня. Подарки, не отдарки. Еще она там, вроде, не проверенная была. Она еще, как всегда, по закону подлости, если вот есть проблемные матки и непроблемные, то непроблемные их там на третий день сеют начинают. Те, которые вот нужны, комбинация. День двадцать пробегов, а приходится выбрасывать. Бывает и такое. То есть, отобрали маточку. Ну, отметка делается о состоянии. Ну-ка, рихтовать, не рихтовать. Там рихтуется и на следующий день маточка. Ну и наша песня хороша. За сезон обычно шесть раз. И вперед, да, с песней. По большим нукам. Они мне нужны для иошки, которые дают возможность передержки. Кстати, сразу скажу вот с этими маленькими. Если матка начала откладывать яйца, максимально ее тут можно держать четыре дня. То есть, на четвертый день может свететь процентов пять, на пятых процентов тридцать, на шестой пятьдесят, на седьмой восемьдесят или все сто. То есть, они разлетаются с таких маленьких нуков. Типа, легче работать, возможности перебежки нет. С больших нуков, у меня было два или три случая там за три года, что слетал, рой выходил. Ну там, вот вижу, что выходит рой, прибился, висит, открываешь это место, а там пчел вроде оттуда ничего не вылетал. То есть, он уже там в тройном комплекте сидел, и то, что они вылетели, это только удивляет то, что раньше до этого там столько их сидел. Такие случаи бывают тоже. Ну, редко. То есть, там можно передерживать. И смотрите, требования обычно простым маткам у меня. Я вижу, засел, значит матка облетелась. А к его маткам, во-первых, она дольше сидит, пока начнет откладывать. И там категорически нужно дождаться хотя бы одну рамку печатного расхода. А это получается, ну, в среднем где-то три недели. То есть, за это время я могу получить две матки F1, да, обычные, или всего одну ложку только на этом. То есть, откуда там цена формируется. То есть, уже стоимость ИОшки две обычные матки. Ну и плюс процедура ИО. Ну, так, грубо говоря, 250 плюс 250 плюс 200. То есть, вот у него где-то 700 минимум стоит. Ну, обычно они у нас идут тысячи. Ну, нормально, в принципе. Она все отбивает. Даже те, которые мы покупаем, скажем, за границей матки, которые стоят 100 и больше евро, все равно при выводе от них 100 дочек, примерно, то есть, уже стоимость, которую переносим на неплодку, она уже в пределах разумного получается. Это при 100. Вообще, программа несколько больше может быть. Просто еще вопрос в том, что мы не всех потом полученных маток используем в качестве материнок или племенных. Вот такие вот, в основном. Вопросы, пожалуйста. Это мне не нравится, ребята. Пожалуйста. Я вообще раз подумал, что в госпиталке, ну, с матки, выколы забирают. Например, есть мнение, что если на 50-й день забирают, то два раз вездают. Ну, от сроки отбора маточника. А заключительный вопрос на микрофон, пожалуйста. А потом ответить. Значит, вопрос сроки отбора маточника после прививки. Значит, смотрите, нюансы такие. Там мнение спорное, но оно уже неоспоримо, потому что, когда их делаешь, там, тысячу или более выходов наблюдаешь. Я четко знаю, когда я привился, и четко я приблизительно знаю, когда матки выходят. И возраст в симке точно знает. Ну, почти, плюс-минус 10 часов этот самый. И я уже даже иногда для себя делаю метки, что разные линии бакфаста имеют разные сроки выращивания маток. Это плюс-минус 12 часов. Почему это? А? Честно говоря, обычно разгрызания всегда сходятся только к тому, что их грызут матки неплодные, которые там есть. Значит, сейчас я расскажу, сначала по срокам. То есть, если проанализировать сроки развития матки от яйца, то всего 16 дней считается в классике. Бакфаст по факту имеет 14,5-15. То есть, немножко ниже. То есть, если мы привились на четвертый день и плюс 10, это 14. То есть, отбирая на десятый день, я иногда получаю буквально через несколько часов глупятся матки. Уже 14,5 дней. Большая часть начинает глупиться ночью и к утру заканчивает. То есть, это 15-й день. Ну, теоретически допускаю, что там и 15,5, может быть и 16. Это обусловлено породными особенностями и создание условий в семье воспитательницы. Украинская степная максимум 15,5 дней. Максимум 16 в нормальных воспиталках не бывает. То есть, все равно они в нормальных условиях тоже мы создают. Лупятся быстрее. Теперь, это нюансы уже использования материнок. Смотрите, если мы используем материнку с яйчичным ассиротением и в ней в отделении с маточниками случайно, подчеркиваю, выводится не плотка, а внизу есть плотная матка. У нее первое дело в этой матке неплодной – не грызть маточники, а убить плотную матку. Она слышит запах, въездит на решетку, бегает там, не может пролезть, остается в улье, мы за это время маточники забираем. Матка осталась, у нее леток есть, она бегает по корпусу и начинает, пчелы ее подпускают к ранним маточникам. Смотришь, достаешь прививку, один или два маточника разгрызенных. Вот эта команда, если грызут маточники, это где-то там в отделении бегает неплодка. Как только неплодка облетится, не то, что разгрызают маточники, вообще в дебеньке остаются, вообще ничего не остается. То есть, когда в этом отделении плотная матка появилась, одни мисочки остаются, три партии стояло. Ну и при залете, кстати, там тоже быстрее разбираются с прививкой. От этого можно уходить, закрывая летки. Ну, свищевая матка, да? Ну, свищевая, кстати, вы понимаете, тут сейчас мы не клуб дискуссионный, что может быть? Я наблюдал, например, там… Нет, я просто думаю, что лучше забрать на пятый день и передавать финиш. Можно такое использовать? Ну, я не пользуюсь, хотя пробую. Я сейчас там нюансы расскажу. Да, есть, скажут, что не важно, есть, что джоли сами уничтожают. Смотрите, у нас к концу сезона, может, ты это имел в виду, просто не подвел под это дело, складывается в семье воспитательности, отсутствует стимул и необходимость выводы маток, даже если есть изоляция. То есть, роль матки к концу сезона уменьшается, и они там не сильно нужны. То есть, даже есть плотно, и вторую, ну, не надо. И что получается? Мы ставим на прививку, принимают хорошо, а потом начинают потихоньку маточники грызть. То есть, один день обгрызли два, потом еще два, потом еще, и в лучшем случае на десятый день один или два остаются. То есть, они потеряли способность или желание выращивать маточники. Категорически на пятый день забираем инкубатор. Это обычно вторая половина июля у нас, бывает там первые числа, августа. То есть, использовать нужно или финишер, или безматочный вообще, или убирать инкубатор на десятый день. То есть, только так. Вот такая вот специфика выводов в течение сезона. То есть, в начале сезона можно и на десятый день брать? Это только в конце бывает. В начале нет. В начале нет, не бывает это. А в конце сезона именно вот таких... Ну, кстати, мы уже не первый день, у меня помощник переходит в начале сезона работой только с безматочными семенами. И стартеры, и воспиталки. И в конце сезона то же самое делаем. То есть, где-то с середины июля маток выбрасываем полностью, изолируется. Единственное, что, ребята, там, когда воспиталка заканчивает работать, мы же матководы, да, облётываем маток. И вот жаба иногда давит, подсадить туда плотную матку. Сразу. Сразу. И не плотку туда, хлоп из последней серии. Такая облётывается. Во-первых, облёт затягивается. И она ещё в 15 дней сидит, фактически, без работающей матки. А за это время, в августе, она должна 15 дней, это, ну, 4 рамки расхода может насеять. То есть, жлобство выключает и туда плотную матку подсаживает. Так, ещё вопросы? Вот, вот так. Как выключить жлоб? Как выключить жлоб? Как выключить жлоб? Передерживать, да? Передерживать, да? Передерживать. Значит, скажу, по теории, неделю даю. Владиславич, можно секунду? Ребята, кто хочет задать вопрос, поднимайте руку за вами. Микрофончик вам передаём. И вы обрите вопрос, чтобы всем... Звук на кадре вы не пишите. То есть, спокойнее, что у нас передали. Из того, что играли, значит, смотрите, обычно, даже сейчас использование МО, когда мы начали делать, мы видим, что матка не готова к осеменению до возраста 6-7 дней. То есть, передерживать её такой срок, это нормально. Только надо создать условия микроклимата, чтобы нормально она сохранилась. Она будет в клеточке, она будет в семье? Не обязательно в семье. Не обязательно. Лучше даже в инкубаторе. То есть, 5-10 пчёл в инкубатор. То есть, почему в семье? Клеточки не все идеальны. И пчёлы, часть пчёл принимают, как не плода, как маток, а часть им не нравится. И они пытаются поймать её на клетке, оторвать хоботок, оторвать этот самый, зацепочки. И потом они дефективные получаются. То есть, в инкубаторе же такого не происходит. То есть, 27 с половиной градусов, 60-70 плашность. Каньди и пчёлы. Всё нормально. Пересвеживать 7 дней, это вообще нормально. Но были случаи у меня, конкретные случаи, 28 дней. Забыл. Потом я её пометил, вкинул в семью. На четвёртый день уже яйца были. То есть, я подозреваю, что она в тот же день, когда её подсадил, её нормально приняли, и она тут же полетела. И не только на ориентировку, она и в лёд. То есть, два дня полетела, и два дня дозревания. А что, ей дозревать не нужно. Она два сезона отработала. И кто-то из Карпатчиков, у них там рекорд 32 дня. Это, кажется, Гайдар говорит, что всё же подписано по этой самой. Говорит, выписываю этот самый, семья номер 32, неплодной матки. Подходим, открываем. Нет. Ну, 31-я нету, 30-я нету. Ну, наверное, что-то перепутали. Проходит там месяц, там семья 302, к примеру. 30 клеточек с матками, с неплодными. Говорит, почти все живые, там несколько штук отсадили, облетели, сели, нормально. То есть, тех маток, которые именно в селье приняли, они сохраняются дольше. Ну, и ещё там скажу вот, что бывают там нормы, сколько надо трута на облет, там по облетникам. Подход какой? Что на облет одной матки нужно использовать, она спаривается с 10 трутнями. То есть, это нормально, да? А вот когда мы заняли СИО, начали отбирать трута, давить, сперму отбирать. А сперма у 30%, а остальные пустые. Уже нужно не 10 трутней, а 30. И плюс там у них по погоде ещё зависимость, по возрасту. У него там оптимально 14-24 дня. Он всего 10 дней имеет потенцию, мягко говоря. То есть, трута может быть много, он старый. Кстати, молодые, они летают, но не спариваются. А старый имеет очень густую сперму, спаривается и закупоривает протоки и ханаматки. Но это от нас не зависит. То есть, сперма застает, и она ни туда, ни туда. Старый дедуган испортил колею. Этот самый. Так что, такой вариант может быть. Капилляр залипает еще? Залипает там. Капилляры, кстати, вот тоже приотворивают этот самый. Причем иногда окончается тем, что попытки прочистить разрушением капилляр. Там, единственное, помогает это шприцом в капилляр перекись водорода вдуваем. И она выедает оттуда эту сперму. Вот такие вот ситуации. Сейчас расскажу про ситуации, что было, верить и верить. В семье грызут полностью при прививке. А с матой выходит плодная матка. Ну, вариант какой? Залетела, да? Через решетку прошла. Ну, как правило, там внизу мечено. Это не мечено, а явно, что молодая. Откуда же она вывелась ради хохмы? Обычно пересматриваешь, где-нибудь находишь сбоку свища. Пересматриваю, нет свищи. Достаю крайнюю рамку снаружи, кормовую. А там на такой ножке висит такой желудок, с которого вышла матка. То есть на этой рамке никогда не было раскладов. И эта рамка стоит там уже ого-го сколько. То есть только могли туда личинку перенести. И вопрос, где ее взяли, или внизу, или прямо с прививочной рамки. Ну, срок я могу приблизительно вычислить, то есть по возрасту матки. А до этого наблюдается вот то, что мы говорили. Подгрызают потихоньку, потихоньку, там вернем. Плотно, а тогда уже все уничтожается. Ну, за сезон, я вам скажу статистику. Полное выедание маточников. Ну, где-то 2-3 случая за сезон. Это из расчета где-то, ну, 15 воспиталок работают. Иногда вот я восстанавливаю, иногда там. Типа девочки, вы меня рассердили. То есть формирую ногу, эту... Все. Еще вопросы. Семья, воспиталка с маткой, да? Какая максимальная нагрузка? Сколько, ну, направляющие рамки маточников? Ну, вот я допускаю 24. До 24. То есть вы увидите, что там 10-12. Но лучше все-таки меньше. Еще, ну, то есть это, понимаете, невозможно спорить. То есть 10 лучше будет, чем 20. Однозначно. Но насколько это лучше будет проявляться, вот тут сказать тяжело. То есть вот 10 маток или 20 вы получите. Можно стартануть. У меня были случаи, что получались такие лошадки, что они не летали. Сильно крупные. То есть очень крупные. Они не взлетают. То есть взлетают, вот видно, что оно... дым в траву. Поднимаешь ее туда, там, бум-бум-бум, вроде полетело, там круг сделал, опять гуц. И то потом приходишь, смотришь, такой клубок на земле лежит. Раскапываешь там, пчелы находят их. Ну и справки, если нагружать там 18-20, да, они будут воспитывать, то, ну, я говорю, царльных сил, я говорю, не нормально, но... Я сторонник того, что ставлю 28, их, ну, бывает там чудо, или как там называть, что 26-27 принято чудо, а вообще их там обычно там 18-20, то есть я считаю, если, в принципе, 20, это отлично. Отлично. Брат Адам говорил, что он ставит 20, если 11, это отлично. Ну, как правило, он там всегда хвалит, наверное, говорит, у меня все-таки их 13 в среднем, типа, из 20-ти. То есть 11, это хорошо. То есть, если даже 14 примут, это удовлетворительно. Вот ниже, когда половины, тогда уже... Ну, за кримической точкой зору 20 краще. Ну, как они против семьи? Однаково, ну, на противительность не влияет. Смотри, способность семьи выращивать маток очень сильно зависит от силы семьи, и от условий конкретных. То есть это взяток. Что плохо? Отсутствие взятка. Еще хуже сильный взяток. И когда самый оптимальный вариант – это 0 плюс 200 грамм на весах. Вот это песня. А 2 килограмма в день – это начинается палец капут, особенно не сколько по воспиталкам, сколько с внуками. Это нас закарпатчики не поймут. Этот самый, когда с внуков достаешь, все залито, я закик стенкам там, и матка там гацает, два дня проходит – шурх пошла. Потому что вообще сеять некуда. Все залито. Так что у нас там трудности такие есть, и полностью застраивают рамки прививочные с маточниками. То есть, тогда бороться очень просто. На четвертый день никубат. Решение есть. В принципе, можно, но не бигуди застроят и греть не будут. То есть, надо убирать никубаток. Еще вопросы? Пожалуйста. Равиславович, после отпора плотного ядерный плотный, подсаживаете, и сколько за сезон будет на нуклеус? Оговорил. Как, выносим порицание? Ну, повторю. Значит, даю маточник после отпора матки. Мини-нуклеусы через день, большие через два дня. Следующий мат, точнее. Этот самый. Обычно выводится уже матка в нукле. Заряжаю за сезон, я тоже говорил, обычно шесть раз. То есть, первые зарядки идут в районе 10-15 мая. Последние матки, прививка в июле. То есть, последние маточники 14 августа. То есть, вот это все. После 14-15 жаба, чтоб не давила, надо немножко раньше. Уже там сколько боремся со спросом. То есть, надо где-то 7-8 августа уже не подставлять, только сбрасывать нуки до кучи. Потому что не успевают наращивать чулу в зиму. Так что, как говорится, если планируется зимовка нук, то есть, ориентируйтесь на 10 августа, чтоб после 10-го уже маточники или плодок не подсаживать. Еще вопросы, пожалуйста. Геннадий Иванович, насколько оптимальный диаметр мисочки, когда делаешь сам, и насколько важно придерживаться этого? Понятно. То есть, честно говоря, сколько сейчас у Никота, я не знаю. Раньше шаблоны у меня были 8,5-9 мм. То есть, у Гайдаровского 8 мм внутри. 8,5 мм быстрее где-то. Там, в общем, он конический и в каком месте диаметр мерить. То есть, советую, честно говоря, взять Никот и им пользоваться. Или купить шаблон. Есть они еще эти шаблоны, которые Гайдар делал. То есть, там не надо задумывать. То есть, там оно работает уже. Кстати, там опять изготовление лисочек. Сам, как работал, понимаете, кружка. В нее наливаешь водички, туда забрустного воска. На газу нагрел. То есть, вот надо поймать температуру, когда воск только-только начинает застывать. И в холодную воду шаблон. Он остыл. Раз-два-три. Опять в холодную воду остыл. Еще раз. Раз-два-три. В холодную воду достал, поснимал. Опять в воду. Раз-два-три. И весь вечер. И весь вечер. И самое интересное, что на третьем разе воск застыл. То есть, надо подогреть. Если перегрелся, он не формируется на шаблоне. Для этого есть воскоплав. На воскоплаве выставил температуру, когда воск вот-вот начнет застывать. И пошел без этих, без проблем. То есть, я обычно литр делаю за подход. Семьсот штук. Это мне уже потом надоедает. Я бросаю это дело. Типа из расчета зимодлинная. Пожалуйста. Вопрос. На момент отбора матки из дуклеуса. Какое количество расходов и какого возраста он остается? Когда вы отбираете маток и когда вы даете маточники. И нет ли такого, что на момент подачи маточника внуки уже заложен слой? Маточник свищевой. Ну, кстати, вот на больших рамках бывает. Это такая штучка, фишка. Значит, что может быть при отборе матки? Если матка, которая до того облетелась, насеяла там, то, смотрите, у нас на момент, когда мы отбираем вторую матку, еще от первой остается печатный расход. Еще от первой партии. И матка, которая была последней, она насеяла. То есть, там остается печатный и засел. Если там какие-то проколы были, значит, тогда может быть только засел. То есть, открытого расплода, как правило, не бывает. Это только там, ну, то есть, подставили маточник на засел, там матка потерялась и второй даем. Тогда на открытый расплод. По проверке выхода маток, то есть, я обычно никогда не смотрю, есть там свечи, нет свечей. То есть, маточник воткнул, на следующий день смотрю. Вот тогда уже могу обратить внимание. В больших руках бывает, на второй день ставишь маточник, достаешь, он разгрызенный, явно разгрызенный. Вот тут теперь надо все рамки достать, пересмотреть, где-то висят маточники. Насколько часто бывает? Раз на раз не приходится, но рекорд где-то шесть подсадок подряд. Двенадцать дней. То есть, ну, кстати, уже там совет, не у всех терпеть включится. То есть, вообще с этим можно бороться. То есть, надо забрать вообще с этого нука весь расплод. Это не проблематично для меня, у меня есть доноры, куда это все ставится. То есть, струсил пчел им там вощину или этот самый, сушь. Кстати, там еще, для тех, кто еще там с Баквастом не сильно знаком. Бакваст работает при отсутствии матки. То есть, это их не останавливает. Украинская степна категорически не работает при отсутствии матки. Карпатки работают. Может быть, не все. Теперь, значит, просто надо иметь в виду, что если вы поставили вощину и ее в Бакваст в строе, то это ничего не говорит о наличии матки. А украинская четко говорит, что матка есть. И, кстати, пчелы не вылетают, но не носят тоже. Бакваст носит. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, это семьи имеют склонность к самоубийству. Как я там иногда... Ситуация возникает. У меня цветок растет там на окне. И он покончил жизнь с тобой в убийстве. Жена, что ты с ним сделал? И он сам упал. То есть, он растет, растет, центр тяжести смещается. Он падает с подоконника и ломается на смерть. То есть, вот тут Бакваст себя может убить. Кстати, Карпатка и Карника делают это тоже. То есть, сильный взяток. Потерялась матка. Матки нет. Они залили по саму ушу. Пока вы открываете качать, там две углочки пчелы. Все запечатано. Ни расхода, ни матки нет. Их уже восстанавливать смысла никакого нет. То есть, мед отбирается. Все, что осталось, к соседке. Соединили все. Так. Сюда уже вопрос. Ну, подожди, подожди. Подожди, подожди. Какой был вопрос? Значит, в ресурсоне написанной АТВС 5-ти дневный цикл, трехдневный. Пробовали? Пробовал. И второй вопрос. Прогрессивный кто-нибудь у нас в Украине есть, который дает внуки уже передержанных маток? Чтоб быстрее. Озвучьте вопрос. Я рад, чтобы вам передержанных. Володя, там есть, значит, я сам не пробовал передержанных, но сейчас расскажу то, что я видел. Озвучьте вопрос. Значит, использование передержанных маток по возрасту при подсадке внук и там еще первый… Трехдневный цикл. Трехдневный. Значит, какие бывают циклы использования вообще семьи воспитательниц? Теоретически. Я вообще практикую всегда четырехдневный цикл. То есть в чем заключается? Я ставлю в семью воспитательницу прививку, они за четыре дня ее запечатывают, через четыре дня следующую. То есть четыре дня в семью воспиталку ставятся. Можно реализовать трехдневный цикл использования воспиталки. Но цикл запечатывания от этого не меняется. Там есть только нюансы. Можно использовать стартер, сутки в стартере, потом переставляем воспиталку, три дня запечатали. Через три дня опять следующую парту ставим. Кстати, тут с арифметикой красивее получается. По открываниям ульев. То есть первый день поставили прививку, ее через три дня запечатали. Хотя это четыре дня уже личинки. Следующую ставим рамку. Получается, к моменту ее запечатывания первой рамки шесть дней, уже она там находится. И когда ставим третью, ей девятый день в воспиталке, но десятый от прививки. Ее забирать нужно. То есть удобно не делают лишнее движение, как и четырехдневным, что на десятый день ее отбирают. То есть там, получается, совпадает постановка с отбором. То есть всегда не больше трех рамок стоит. У меня тоже три стоит. С четырехдневным циклом. Ну и по бередержанным маткам. Бывает ситуация такая, что нет маточников. Кстати, вот эти, когда аварии возникают, у меня это редко, потому что используется параллельно четыре воспиталки. Если одну грохнуть, у меня большой аварии нет. Еще компаньон есть, который прививается через день, но не совпадает с моим. То есть мы можем маточники перейти с одной пасеки на другую. Но использовать маточники, у которых 6-7 дней, есть искусственный маточник никотовский тоже. Видели когда-нибудь, о чем речь? То есть там крышечка открывается, как на пробирочке, и снизу дырочка. То есть эта дырочка закрывается вощинкой, тоненькой воском. Где-то миллиметр делаю отверстие там. Мельчу матку, сверху ее запускаешь, туда закрыл и в семью. Она обычно максимум два часа разгрызает и выходит. То есть через два часа можно проверять. Бывает выкинуть, но, скажем, две трети случаев принимают, треть выкидывают. Это плод? Не плод. Не плод. Их не жалко, мне их много. Плодное денег стоит. Это уже готовый продукт. Вот прикол, кстати. Открываю маточник, пленочки нет, а матка сидит в маточнике. Думаю, не выпускают. Проходит еще два часа. Открываю, матка сидит в маточнике. Гусики шевелятся. Причем челы сидят и кормят ее там. Думаю, что ж такое? Чуть ли не сутки просидел. Крышку открывай, я ей лапу придаю. Она уже выскочила. Ну, лапа не пострадала, пластик этот самый. А что она не выходит? Да потому что это застрела. Так что и такое может быть. Ну, грохают. Кстати, у меня есть картинки. Теоретически можно допускать уплотнение использования нуклеусных мест. В нук подсаживаются сразу две матки. Одна в изоляторе, одна в изоляторе, одна в изоляторе, она свободна. И неделю сидит там, где он все есть, сидит и улыбается. Это его теория. Она, кстати, за ручки белые вывести, может рассказать. Есть такой опыт. Я его не практикую, он для меня трудоемкий. Так что тут время будет. Есть человек, который практикует, там где-то 4-5 дней цикл получит. Семь дней. Каждые семь дней. Семь дней, да? То есть каждый семь дней плотная матка. Выход нуклеусных мест, там за семьдесят дней можно 10-12 маток получить. С нуклеусного места. Ну, возьми там конкретно. Т.е. мне проще лишний лук поставить. Про какой три матки дают? Сразу три? Потом по одной выпускают? Это надо подумать как револьвер. Зарядить сразу шесть, потом по одной выпускают. Яйца не дожидают. А? Яйца не дожидают. А, нет, я такой этот самый. Три, три, яйца не дожидают. Там, кстати, есть вот теория, то, что не советую использовать. Есть, некоторые матководы практикуют отбор маток на шестой день, на седьмой, после подсадки. Т.е. критерием для того, что она облетелась, является размер. Т.е. матка пока облетается, она мелковата. А когда уже облетелась, она начинает потихоньку увеличиваться размером. Это два-три дня проходит, пока она яичко кинет. И вот некоторые в этот момент отбирают их. Но у меня один случай был. Приехали ребята издалека. Говорят, дай маток. Говорят, нет. Говорят, а внуках есть? Я говорю, есть семидневные. Ну, он там три или четыре забрал, все сеять начали. Ну, я тут уже говорю, зашел и говорю, хочешь, я тебе их отдам. Только единственное, что тут нет смысла соглашаться на то, что он не принимает на себя риски. Т.е. ему говоришь, вот я их заберу, если не у меня сеять начнут, я тебе деньги отдам. А если не начнут, я тебе не отдам. Типа, а на хрена, ну мне надо, через два дня начнут сеять, я тогда их отдам. Т.е. тем более, что там перевозка и все остальное. Т.е. такое тоже может быть. Еще пошел. Давайте последний вопрос, мы послушаем следующий. А в том, если время обжирает и желает. Можно матку держать без пчел кормили. Так, матку держать без пчел кормили. Без пчел кормили. Без пчел кормили. Не плотку или плотку? Не плотку, без зарядки. Матка без пчел кормили. Т.е. я, допустим, не посмотрел, матка вышла. Т.е. вопрос какой? Матка может выйти в изоляторе. Т.е. матка вышла в изоляторе. Т.е. без последствий ее можно держать сутки. 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 А вообще выживает она трое. Т.е. обычно на четвертые сутки одна матка уже все сдохла. Т.е. она сама не кушает. Кушает. Но у нее эти возможности ограничены, потому что помимо видно сахара или что-то, там что-то еще нужно есть. Т.е. какие-то феромоны, может маточное молочко. Т.е. она его не может синтезировать. Т.е. качество будет не то. Т.е. если у вас матки нарисовались такие, то есть на передержку, минимум три пчелы на три дня. Т.е. если больше, то больше нужно садить. Т.е. категорически. Т.е. все пока. Т.е. следующий день. Т.е. следующее. Виндя на фигня! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok